Дорогие друзья, день добрый, здравствуйте. Мы начинаем очередной вебинар портала Приан.ру недвижимость за рубежом. Сегодняшняя тема нашей беседы – Dayland. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Приан.ру и я с удовольствием представляю нашего эксперта, моего собеседника Карен Чичан, старший партнер и коммерческий директор компании Exotic Property. Карен, добрый день. Карен, да, добрый день, Филипп, добрый день, дорогие зрители. Надеюсь, буду сегодня вам полезен. Да, значит, сегодня мы будем говорить о Кукете, как о месте и релокации, и инвестиций. Я напоминаю, что у нас работает чат, вы можете задавать вопросы. Все участники вебинара получат запись этого, этой беседы, этого диалога. Ну и в ближайший час мы как раз коснемся и вопросов инвестиционных, и вопросов инвестиционных. Вопросов сейчас у нас довольно много накопилось. Карен, ну, в двух словах, давай просто начнем с текущей ситуации. Что сейчас происходит на рынке Пхукета? Какая ситуация вообще сейчас в Тейнлайне? Я скажу так, что у нас, как мы и ожидали, происходит отложенный спрос. Притом он стимулирован экономическими, какими-то геополитическими факторами. В общем, скажу так, покупают быстро все, и достаточно сейчас цены по некоторым проектам начинают расти. Но еще пока не сильно значительно, потому что все еще находятся в таком предвкушении. Все покажут в декабре, январе, вот это будут самые месяцы, когда придет основная масса, да, самым дорогим клиентам. Что касается вообще в целом туристического трафика, сейчас очень много людей прилетело, очень много людей прилетело в целом сюда жить, ну, по всякому случаю, на какое-то время, как они планируют. Кто-то открывает компании, покупает недвижимость себе и начинает тихонечку перетаскивать персонал. То есть, в целом инфраструктура, да, экономическая инфраструктура острова, она очень сильно будет развиваться в ближайшие годы, потому что, ну, вот это такое, сказать, идеальное место для жизни. Вот тут я как раз хотел уточнить, вот очень разные цифры приходят, по крайней мере, есть официальная статистика, есть ситуация, которая, ну, происходит на самом деле, и в случае с Таиландом, и с Пхукетом особенно, она, видимо, очень разнится, потому что еще сначала ковида, в отличие от, там, скажем, Турции, в отличие от Эмиратов, которые открывали границы, Таиланд был достаточно замкнут, да, то есть туда так просто прилететь было нельзя, и, соответственно, туристическая сфера довольно сильно, ну, съежилась, да, в какой-то момент. И застройщики очень неохотно начинали новые проекты, по крайней мере, официальная статистика об этом говорит, и за счет этого цены в Таиланде, по крайней мере, до середины 2022 года менялись не особенно. Вот твой взгляд изнутри, что все-таки происходило, и в какой степени спрос, который сейчас совершенно очевидно растет и будет расти, на эти цены влияет. Ну, я сначала скажу, что в эпоху, ну, как бы, в период пандемии, я не знаю, как наши коллеги, да, по рынку, но наша компания очень много провела сделок, то есть она, мы заработали даже денег, ну, грубо говоря, больше, чем за год до этого, когда было все открыто. А за год до этого там, ну, тоже было очень хорошо, очень много людей. Поэтому, в целом, мы, ну, как бы, работаем удаленно, мы, вообще-то, как агентство недвижимости, не совсем себя позиционируем, мы больше инвестиционный брокер, который занимается как раз инвестициями в отельную и жилую недвижимость. Ну, также сейчас и коммерческую недвижимость, которую тоже можно рассматривать, да, потому что, опять же говорю, очень много людей переехало, которые будут открывать компанию или уже открывают. Что касается цены, я согласен, что, ну, знаете, как, мы должны разделять, да, как я уже часто говорил, такого, как рынка недвижимости, его там нет, да, то есть это не однородный продукт. Цены даже могут разниться над одинаковый метраж квартиры, да, потому что просто разные, чуть-чуть даже разный вид, и там будет совершенно разная капитализация, да. Или там квартира, там, например, где-то находится возле выхода, да, или возле шахты лифта, а вторая находится где-то на другом месте, да, и цена у них будет на вторичке разная, ну, то есть спрос. Поэтому здесь есть много-много нюансов. А по поводу проектов, хороших проектов, да, ну, я имею в виду хороший проект, это проект, который гармонично соблюдает все инвестиционные правила, да, и ориентированно на инвестиции, что туда придут люди, которые будут вкладывать цены, ну, вкладывать деньги в них, покупать квартиры, они будут управлять, и достаточно прозрачно, четко будут выплачивать доходы. Есть, конечно, комплексы у нас, которые, там, сказать, около где-то, да, ну, там были скидки, большие скидки, ну, там даже со скидкой 50%, когда покупаешь, переплачиваешь. Вот, а если мы говорим про комплексы, там, на первой линии, где, там, бракаты, отельная инфраструктура, рядом, пятизвездочная, где, там, застройщик расстраивает целый район, или уже построен целый район, как вот, пляжа Бантау. Цены там, они просто не росли, вот, они были зафиксированы, и все. Ну, застройщики немного, там, были более, так сказать, гибкие, немножко, там, больше давали, может быть, рассрочки какие-то, тоже скидки давали при покупке, там, нескольких квартир, и так далее. Но сказать, сказать, что прям вот все не начинали новые проекты, я не могу. Вот сейчас у нас одновременно началось много, ну, много проектов. Проект Вилл, Вилл очень много начали, начали много, потому что, ну, это сейчас такая повальная история, люди приезжают, им нужна Вилла. И они купили, они покупают, и, естественно, люди видят этот спрос, застройщики видят этот спрос, и начинают открывать новые-новые проекты. То же самое с кондоминиумом. Сейчас мы, по нашей, по нашей только аналитике, да, могу сказать, что, поскольку у нас в холдинг-компании, у нас еще есть туристический оператор, который работает в премиум или в сегменте Exotic Voyage, а он работает уже 21 год. И у нас там плюс-минус всегда была такая доминирующая часть рынка, потому что у нас как бы все есть внутри компании, да, мы ничего не заказываем. Никогда за 21 год, вот корейки мне сказали, не было столько богатых людей, которые приезжают сюда. Ну, там очень большое количество. Естественно, люди видят, что даже не имея такой аналитики, да, не имея этих данных, они все равно видят, что большое количество приезжает русскоговорящих людей, они активно все покупают, им интересно, они переносят капиталы свои сюда, они, грубо говоря, там, переносят сюда свою семью, свою компанию, и начинают здесь новую жизнь. Естественно, люди, видя это, начинают больше вкладывать в развитие новых проектов. В Триланд, ну и в Хукет, в частности, у него был всегда так называемый сезонный спрос, да, то есть как бы все равно максимум... Вообще нет. Такого уже нет, да, Карасаврман? То есть он сейчас стабилен, тогда в продолжении этого, вот сейчас, ну, во многих странах, опять же, мы видим спрос со стороны граждан, ну, из России в значительной степени после сентября, весь год мы видели, как активизировались украинцы, рядом в Беларуси активно покупают, тут активнее, чем раньше. Можно ли сказать, что сейчас на Пхукете уже получился некий дефицит, например, готовых объектов, вот только-только построенных, просто потому, что год назад, два года назад, тут не строили? Или, по большому счету, сейчас ты на любой стадии можешь, и на стадии, там, котлована найти что-то, и на финальной стадии, ну, в общем, главное было бы желание. Филипп, я скажу так, что в целом, почему я говорю, такое инвестиционное, очень привлекательное место, и сложилось из, ну, кутет, из многих факторов, да, из того, что это самое посещаемое, ну, одно из пяти сам посещаемых мест на планете, да, по версии 3-2. И я могу сказать, что здесь самый высокий средний чек в Азии, если не брать их за год, 250 человек, да, то есть, ну, 250 долларов в сутки тратит человек. Вот, и в среднем он пребывает здесь 4,5 дня. Ну, у нас просто основной поток денежный, он идет от, ну, от людей из стран Азии, которые приезжают на несколько дней, там, просто оставаться, потратить, деньги, деньги. И у нас получается, что 10 миллиардов долларов прилетает ежегодно вот на такой маленький, вот одну, там, может быть, четвертую часть нашего острова, где в западной части собраны такие вот маленькие бухточки, ну, по сути, да, это не одна сплошная гряда, и где находятся комплексы с маленькой этажностью, простите, я повторяю это слово, там не больше 26 метров можно строить, а рядом с морем там еще ничего. Вот, поэтому комплексы все маленькие, и заполняемость большая, средний чек высокий, и, конечно же, доходность. Капитализация. Но купить и раньше в хорошем проекте было тяжело, когда он уже готов. Виллы было много построенных. Сейчас тяжело купить построенную виллу, это, ну, ну, либо это что-то такое построенное, что совсем уж не ликвидное, неинтересное для людей, но вот нормальных, хороших вилл построенных нет. Раньше вот буквально у любого застройщика одна-две виллы, которые они там использовали как шоурумы, ну, и продавали. Сейчас этого нет. То есть, все выкуплено. Вот, например, у нас сейчас наш партнер, он открыл, ну, застройщик, он открыл продажи поселка вилл. Там он очень интересно сделал дизайн, такой в стиле там Санторини. А такие виллы, как особнячки, 11 штук всего. И при выезде из поселка, там будет такой комьюнити-молл, да, где там будут кафе, ресторанчики, массажные комнаты, каоркинг и так далее. Даже он не успел там рекламу сделать, все, у него там две виллы осталось. Ну, то есть, все, улетело. То есть, просто вот там баннер на улице повесил, и как-то раньше так не получалось. Спрос высокий, конечно, готовых предложений, хороших мало. Наверное, я же вообще скажу, не существует. Есть хорошее предложение на стадии внутренней отделки, да, он там примерно где-то полгода, там год до конца проекта. Да, вот так. На начале, на старте тоже очень много сейчас проектов интересных. Ну, есть так много, ну, наверное, там, штуки две-три, на мой взгляд. Я очень люблю. Это не много. Да, ну, для меня это уже много. Это совсем не много. Вопрос этот от нашей зрительницы, первый поступил, что происходит с рынком вторичного жилья, на примере кондоминиумов. Во многих странах, ну, и там, городах, включая Москву, цены на вторички ниже, выбор больше, чем на первички. И почему по поводу Пхукета все говорят только о первичном рынке? Ну, в общем, да, тут трудно не согласиться. Действительно, в значительной степени предложение, это предложение именно нового жилья. Что происходит, особенно с учетом того, что, ну, два года последние, наверное, ну, все-таки, наверное, значительная часть кондоминиумов, если не простаивала, то, по крайней мере, не приносила того дохода, на который могли ожидать собственники? Ну, да, но, несмотря на это, есть объекты, наши инвесторы, вот они до пандемии, там, покупали, где-то, примерно, за 9, за 8709 миллионов, сейчас это стоит один с половиной, я думаю, Один с половиной миллионов? И, смотри, чуть попроще, карьем капельку, покажем. начало расти, но это все равно не такой рост цены, там, большой всего, там, 20 процентов. Самое хорошее, то, что сейчас есть, ну, на сегодняшний день, если подобрать хороший вариант, на сегодняшний день, то, в конце, в конце этого сезона, вы увидите, ну, рост, я думаю, кратный, потому что, спрос будет еще выше, ну, естественно, цены будут влезти вверх. А, что касается вторичного жилья, ну, я могу ответить, по этому поводу. Это не совсем так. Рынок вторичного жилья есть. Я знаю много агентов, которые, например, специализируются на это. Здесь просто нюанс, потому что сейчас потенциал развития острова, он еще достаточно большой. И много вторички у нас, которые построены было, ну, давно, по старым каким-то правилам, уже морально устаревшие, где-то что-то еще тоже устарело. Ну, я имею в виду, внутри, да, то есть ремонт не делали и так далее. Сдают, 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 работает, не сильно там подбираются, не сильно там делают реновацию. Что касается вторички, большая конкуренция с первичками. Ну, вот смотрите, вот зачем мне покупать, ну, грубо говоря, заплатить один, одним платежом, всю сумму, готовая, грубо говоря, уже не молодое, или мне купить в рассрочку новое, даже еще лучше в дизайне, и лучше концепция, потому что сейчас пришли такие более профессиональные игроки на рынок. Да, там очень много застройщиков из Генконга пришли, из Китая, которые строят, ну, на порядок, порядок лучше, чем строили до этого. И местные застройщики, они начали уже по-другому, другими технологиями строительства, потому что конкуренция. Поэтому здесь вопрос, если мы, у нас есть объект, уникальный, хороший объект, который мы подобрали, или мы зашли, взяли хорошую, как мы заработали на входе, берем там квартиру, но берем ее ниже рынка. Ну, понятно, что перепродать ее будет легко, потому что мы даже ниже рынка перепродадим. Ее будет спрос. А в среднем, вот так сказать, на среднюю недвижку, да, спрос не такой большой, потому что много очень предлагают вообще то, что не ликвидным. Вот я уже говорил тоже, повторюсь, даже в достаточно хорошем комплексе высоко ликвидных квартир, их примерно там 30%. Вот таких квартир, которые можно вот там, вот как раз на вторичке, и то там надо будет смотреть по цене. Еще там процентов 30, это вот такая, средняя ликвидность, да, то есть они все равно растут в цене, там покупают, продают. Остальное не ликвидит. И какое количество людей, которые приобрели вот этот не ликвид, они естественно понимают, это только после, что это не совсем то, что они хотели купить. И они выставляют это на продажу, но все равно рынок-то понимает, что это не совсем то. Покупать, продавать там задешево, они не хотят. Вот оно действительно висит долго. Поэтому вторичка, вторичка, это история такая, ну вот если это уникальный объект, какой-то хороший, да, и он постоянно продается. Так вот сняли у меня с языка следующий вопрос, после реплики, после ответа, который сейчас прозвучал, почему квартира в топовом комплексе вообще может быть не ликвидом, что имеется в виду, если комплекс хорош? Просто на каком-нибудь примере можно это показать? Ну, смотрите, комплекс очень хороший. И, ну, застройщик, он, знаете, хотел все больше и больше квартир. Вот есть там ряд квартир, которые половину их вида заслоняет другое здание. Комплекс хороший. Он от этого мил, мужики становятся. Ну, вот есть ряд квартир такие, но, понятное дело, что это будет не совсем ликвидные истории. Или даже вообще вид на стену. То есть реально просто стена. Ну, это так, либо близко находится другой отель. Конечно, на эти квартиры, если их покупать по очень низкой ставке, конечно, они не ликвидные, понятно, что. Ну, это должно быть как минимум дисконт не меньше 30%. Еще, например, не ликвид. Вот хороший комплекс, хорошая квартира, вид на море. Но вид на море за него хотят на 100%. 100% больше, чем такая же вид на сад. Ну, там 80%. Прости, пожалуйста. Понятно, что кто-то покупать это вряд ли будет. И продавать это так тяжело бы. Ты говоришь 100%. 100% все-таки это такая цифра с потолка, или это реальная история, что в одном комплексе квартиры одинакового, ну, скажем, метража, одинаковые обстановки могут настолько сильно различаться? Да, 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 да. Ну, понятно, они там прайс по цене, понятно, они там какие-то скидки делают, но все равно там процентов 80 они набирают. Здесь не только вид на море. У нас есть застройщик, у него квартира достаточно хорошая, очень хорошая локация, хороший комплекс. И там вот, ну, квартиры у него есть, там, акционы, по 3 800, там, по 3 900, за 37 метров. Ты сейчас право цены в батах? Да, да, в батах, батах, да. Ну, там около 100-1005 тысяч долларов, предположим, да. Вот. А квартира такая же с выходом к бассейну, но она стоит уже 6 миллионов, точнее 7 миллионов. Вот. И вот разница. Такая же квартира с выходом к бассейну, ну, причем там, ну, вид-то никакого нет особого, да, потому что бассейн, и сразу там напротив уже в следующее здание. И вот тоже вопрос. Естественно, они там вот эти вот все, такой рядочком, так вот они там и стоят. Вот. А все акционы, естественно, продаются. Ну, тут вот такая, вот примерно вот так это. А комплекс очень хороший. И, конечно же, самые сдаваемые квартиры, вообще, по статистике, это с выходом бассейна в комплексах. Ну, так вот. Люди любят их снимать, потому что рядом можно выйти, там, при искать, ну, любят они это делать, да, по статистике больше всего. Вот. Но переплачивать такие деньги за это не имеет смысла. Окей. Я бы еще задам один вопрос, он тоже касается цен, тем более, что мы все равно к вопросам цены, так или иначе, по ходу нашего вебинара будем возвращаться. за сколько можно снять сейчас недорогую квартиру и апартаменты для проживания двух взрослых в западной части острова, ну, то есть, в той части, которая как раз и славится своими пляжами и бухтами. И сколько стоит такая квартира, если покупать? Хотя бы порядок цен. Мы потом конгрессные примеры покажем, но, тем не менее, если что-то готовое, на что можно ориентироваться сейчас? Смотрите, ну, где-то, я могу сейчас более-менее себе представить, но по западному побережью вот есть квартиры, например, сейчас я, можно я воспользуюсь подсказкой? Да, подсказка. Просто, чтобы мне не выдумывать ничего. Ну, вот, смотрите, вот квартира в новом комплексе на Бангтау в лагуне построенная только что зданная однокомнатная квартира односпальная, да, ну, то есть 31 метр, ну, односпальная. И там кухня, она тоже огорожена таким слайдером. 60 тысяч бат. Вот. 60 тысяч бат это, ну, сейчас скажу. 60 бат делим на 36, получаем евро. Ну, уже на 34, подожди уже. Ну, так, ну, окей, я плюнули. 35, да, 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 да. Ну, вот, 60 тысяч, да, там делим 34,5 было там вчера. Ну, 1700, да, 1700 евро. Это не месяц, это не месяц, это две недели, по-моему. Две недели. Да. Но это объект изначально туристический. Вот это, смотрите, у нас на Путите, вот на Западном побережье объекты в основном туристические. Ну, понятно, даже если это не отельное управление, там нет отельного управления. Даже если это просто когда минимум для жизни, то все равно на 70 процентов история про аренду. сейчас, да, наверное, больше про жизнь, потому что, ну, больше процентов людей, кто покупает для жизни, просто потому что связано с этой релокацией, переездом. Да, но все равно так или иначе, даже покупая квартиру себе в резидентской зоне, она будет сдаваться. Человек хочет несколько месяцев жить, несколько месяцев сдавать. Или покупает сразу, вот у нас серийные инвесторы, они покупают себе квартиру и целых 10 еще. И вот они у них 10 работают, а они в одной выбирают себе хорошую живут. Ну, примерно такие цены, я не знаю, а по поводу покупки... Ну, такой же. Ну, когда мы, если готовые к покупке, насколько я помню, около вот этой квартиры, около 5 миллионов. 5 миллионов бат? Около 5 миллионов бат, Ну, это 5 миллионов бат, это где-то... 160 тысяч. 100... Так, сейчас, Плюс около 150, по крайней мере, 5 миллионов бат. Да. Хорошо. Тогда такой еще все-таки вопрос. Вот последний месяц был ли, есть ли какой-то всплеск арендных ставок, именно связанный вот с таким напряжением в моменте, когда просто много народу поехало. То, что видели, скажем, в очень многих республиках, в государствах, бывших республиках СССР, СНГ, то, что видели в Алании, в Анталии, в Дубае, в некоторых местах. Вот те цифры, когда я это называл, 1700 долларов или евро за две недели. Это такое было и летом, или вот сейчас есть некий всплеск, на что можно рассчитывать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что там, например, на Новый год сейчас уже снять-то что-то не получается. Ну, это да, окей. Ну, все, все снято, ну, во всяком случае, наш туристический оператор ну, все, что было, в пятизвездах все ушло практически. Ну, если говорить про ценник, конечно, он взлетел. Вот, я сейчас зашел в один проект 296 на пример, предмет, например, привожу, в эпоху пандемии, да, вот, есть у нас пукет на пукете Ля-Миридин, такой, ну, он стоит, ну, хороший, а ты, пятизвездочный, там у него со своим пляжем, такой, хороший. Мы туда ездили, на Новый год, там платили, по-моему, по 1600 батов за номер, и еще там 800 давали на, катить на пике. сейчас, вот, я смотрю, минимально, это стоит 300 долларов, вот, то есть, 10 тысяч, вот, она разница, ну, то есть, 50 и 10, ну, ну, вот, стоил, ну, это отель, да, то, что стоило, в первом год, квартиры, примерно, около, там, продающих в месяц, двушки, ну, тоже, на самом деле, на Макдал, сейчас их стоимость, в пиковый сезон, там, получается, 170, так она 140. Вот, то есть, естественно, выросли, и ты ничего не снимешь, по этим, ну, даже за эти деньги, очень тяжело что-то найти. В какой степени, на твой взгляд, вот, этот ажиотаж, на него имеет смысл ориентироваться инвесторам, потому что ажиотаж сегодня есть, завтра нет, понятное дело, геополитическая ситуация, к великому сожалению, быстро не исправится, да, и спрос на Пхукет, наверное, будет, но все равно, тот ажиотаж, тот вал людей, которые хотели приехать, например, из России, в конце сентября, начале октября, ну, все-таки, постоянного такого потока не будет. То есть, на что закладываться, на то, что аренда подорожала намного больше, чем стоимость недвижимости, но так же будет не всегда, ну, я так вот скажу, немножко, может, издалека, ну, если мы посмотрим на те же самые глобальные изменения, там, не ударяясь, да, в какие-то тонкости, мы можем посмотреть и увидеть, что на сегодняшний день просто происходит изменение, как сказать, централизации полюсов. Если раньше у нас была, ну, как бы центром мира, скажем так, Европа, то на сегодняшний день это уходит все в Азию. И деньги уходят в Азию. Огромное количество. Потому что здесь огромное количество людей, ну, если взять там хотя бы там Индию и Китай, то уже, наверное, больше, чем в Азии. Плюс ко всему, у этих людей, у них высокий уже уровень потребления, и высокие доходы. Ну, естественно, бизнесу здесь хорошо. Что касается, что будет дальше, потенциал развития острова еще около 60%. У нас есть куда развиваться, есть что строить, и я знаю, что много земли уже выкуплено достаточно крупными, серьезными застройщиками, задел на будущее. Как отразиться инвестору нужно всегда считать. Это не важно там спрос. Вот смотрите, вот не было спроса никакого. Ну, не было. Вот люди зашли, и уже на 30% вышли, ну, подорожали. Есть огромный спрос. То же самое. Ну, нужно сделать уникальные условия, найти уникальный проект, и так далее. То есть, для этого сначала инвестор, прежде чем смотреть какие-то объекты, нужно составить, ну, это как мы работаем, инвестиционную стратегию. Что я хочу, какая у меня возможность оплаты, ну, что я могу, что я могу дать застройщику, грубо говоря, чтобы он мне дал скидку. Ну, например, я могу там заплатить большую часть или 100%, но тогда быть любезен, где там либо какой-то кэшбэк платить, или еще что-то. Ну, делать предложение. Я вам, кстати, хочу лайфхак сказать, никогда не говорите, какие у вас тут скидки. Вы сразу начинаете играть по правилам застройщика. Вы даже посмотрите квартиру, ну, то, что понравилось, вы сидите дома, смотрите, обсуждаете, пишите застройщику предложение, да, ну, или там, через заднюю, предложение. Вот пусть теперь не он думает, да, вот над вашим предложением уже какой-то возникает диалог. Поэтому могу сказать, что в хороших проектах по хорошей цене заходить нужно. Спрос, как он влияет? Спрос, ты влияет, ну, что ты сегодня можешь купить квартиру по одной цене, и в конце, когда она вырастет, она уже будет по другой цене продаваться. Спрос, ну, так будет не всегда, это, ну, да, я помню, что такое есть даже анекдот, как будет не всегда. Но, но так есть, и так будет в ближайшее время. Ну, если они, ну, ничего пока особо не меняется, люди едут сюда и едут, и бронируют, и бронируют. Это будет дальше продолжаться. Мы же не только на русских ориентируемся. Саудовская Аравия с этого года поехала, тоже мы принимаем. Ну, они тоже едут, им замечательно здесь летом. И индусы очень много едут, граждане Индии, очень много, ну, также летят, людей из Сингапура на несколько дней приезжают. То есть, у нас достаточно хороший, ну, туристический поток всегда. Хорошо. Тогда, давай вернемся, как бы, к началу нашего разговора. Есть инвестор. И цель его, начнем чисто финансово. Да, то есть, у него он никак не связывает возможный доход от получения, он никак не связывает свой доход от недвижимости, и пребывания в стране. Какой вариант, какие объекты, какие цифры есть сегодня, на что ему нужно ориентироваться, что это должна быть за стратегия, если цель исключительно получения дохода, ну, сумма, я уж не буду там ее как-то глобально ограничивать, ну, давай посчитаем, допустим, там, от полумиллиона до миллиона, там, долларов или евро. Вот та сумма, которую человек готов важна. Как бы ты видел ситуацию? Хороший, ну, вот это, ну, на самом деле, вот полмиллиона, ну, там, 300 тысяч, это вот рабочий бюджет, где мы можем сказать, что, да, тут уже мы можем рассчитывать на какие-то более весомые стои. Да, ниже тоже есть, в нижнем сегменте, там очень высокая конкуренция, и, естественно, меньше, там, 300 тысяч, это будет, ну, там, можно найти двушку, но, это опять же, редкие исключения. Что касается, каких, какой стратегии пользоваться, мы всегда идем по следующему. Есть люди, которые профессионально занимаются инвестициями, и их стратегия спекуляция. Зашел в начале, в конце или в середине продал. Таких проектов бывает немного. У меня вот есть база инвесторов, по которой я, ну, когда такие проекты, мне заранее говорят, я там прозваниваю, говорю, вот сейчас вот будет очень интересный вариант, но это я редко звоню, два раза в год всего, максимум, а то и один. Ну, тогда люди, естественно, бронируют, и здесь есть у них сразу прибавка капитала, причем не надо полностью платить. Обычно там это 20-30 процентов, следующий платеж будет достаточно далеко, потому что там будет после возведения, на каркас обычно, и вот когда каркас возводится, это просто на эти 20-30 процентов кладешь такую же сумму сверху и продаешь, вот тебе 100 процентов на вложенную. Ну, опять же, это достаточно уникальная история, которую мы вот создаем исключительно из, ну, своего понимания рынка, да, то есть мы глобально полностью занимаемся полным циклом инвестиций, всего денежного оборота, то есть вот начало от, там, который позвонил, там, стратегия, выбор, покупка, потом помощь, в решении всех текущих вопросов, продажа, ну, вот, так это примерно занимает, так мы примерно и работаем. И, сразу скажу, у нас, как, нет, у нас клиент особо ничего не платит, мы это все делаем для клиентов бесплатно. Ну, то есть, просто он не платит, потому что у нас там контракт с застройщиком, по поводу хорошего сервиса, у нас просто компаниями все это, все есть, чтобы необходимо обеспечить. А вот, если говорить про какие объекты, какие проекты, ну, смотрите, сейчас некоторые проекты, вот, если говорить про небольшие квартиры, вообще про квартирные комплексы, ну, такого бизнес-варианта, скажем так, задрали цены, задрали, вот, там, в некоторых даже почти в два раза, вот, есть проекты, где, первая фаза, она была, грубо говоря, по 3 миллиона, а сейчас такая же квартира, в новой фазе по 6 миллионов. Но мы опять, мы не ориентируемся на них, мы ориентируемся не на цену среднюю, да, мы ориентируемся на объекты, потому что есть где 120 ты заплатишь за метр, это дорого, а есть где 180 заплатишь, и она еще вырастет. Я бы поступил в следующем образом, я бы, ну, выбрал какой-то проект уже исходя из брендированных, из того, что есть брендированных резиденций, да, то есть это комплексы с международным отельным брендом, и, естественно, ты там можешь жить и пользоваться всей отельной инфраструктурой и сервисом, либо ты можешь ее-то задавать, да, то есть через отель, отель будет работать, там, и вы будете получить какой-то прибыль. Да, здесь хорошие варианты, здесь мы можем приобрести что-то для того, чтобы это выросло, и потом продать, или оставить и дальше генерить прибыль, и многие сами этим пользуются, если это хороший перезвездочный комплекс. И по, если говорить про инвестиционную стратегию, вот так вот купил-продал, да, вот в течение стройки, ну, я скажу так, если у вас, надо всегда быть готов к риску, а риск какой, ну, то, что это по каким-то причинам не продастся, вот, вот тогда, когда вы хотите, то есть нужно будет доплачивать, там, выходить, может быть, в конце, поэтому нужно понимать, что если у вас там всего есть денег, на первую платежь, лучше так не играть, да, то есть это уже достаточно такая стратегия. Вы все равно продадите дороже, но это возможно будет там не сразу, да, не вот через стол. Потому что нету таких объектов сейчас, на данный момент, на рынке, которые бы вам сказали, вот здесь вот покупаешь, и там через два месяца продаешь, уже зарабатываешь. Нет, сейчас таких нету, сейчас есть вот сегодня буквально вышел в продажу один проект очень интересный, и, ну, вот буквально, если говорить про таком сегменте бизнес, вот сейчас в среднем 150 тысяч на квадратный метр. Это вот на самом старте объект, вот сейчас достаточно известно. Причем локация, я не скажу, что вот у одного уж совсем такая локация, там вообще ничего не надо. Но 150-160 за метр будет любезен опять. В этом проекте намного, намного выгоднее локация, прямо вот в самом таком месте, где очень много ресторанов, кафе, и там цена за метр 105. Вот сейчас, вот, то есть вот на предпродаже. И там очень хороший грамотный застройщик, вот, вот, и, вот, вот, сейчас вот я до вас, и после вас, я сейчас буду инвесторам писать, чтобы, вот, кому надо заходить, ну, а с тому же, там, достаточно большой был инвесторов, кто собирает сюда зайти. вот сейчас, да, можно купить квартиру там, и понятно, что вы получите какой-то хороший результат. Но, вот еще момент. Лучше всего покупайте либо односпальные квартиры, либо двухспальные квартиры, ну, можно трехспальные квартиры тоже. Почему я объясню. У нас, опять же, в связи с тем, что много людей сюда едет, которые хотят жить, или там долго пребывать здесь, а, вот это как раз сегмент очень сильно востребован. И даже на вторичке люди ищут определенные комплексы, они прямо вот ищут, стоят там в листе ожидания у многих брокеров, когда вот что-то там появится. Вот, это, это действительно ликвидно. Либо брать две студии, объединять, и если это можно, застройщик позволяет, он изначально сделает двушку, вот как вот в этом комплексе, там две квартиры можно объединить, и изначально застройщик построит, вот как двуспальную квартиру. Вот, а студии, маленькие, вот прям совсем маленькие студии, там меньше 30 квадратов, ну, я бы сейчас, ну, только если какой-то вот уникальный вариант, ну, я бы не стал, честно, не советую, просто много, вы сразу попадаете в конкуренцию. А если вы покупаете хорошую, квартиру, двушку, или там, ну, трешку, то капитализация обеспечена. Карен, я, кстати, попрошу контакты Карена и компании Exotic Property показать в чате, и все-таки уточнить, правильно ли я услышал, что профессиональные инвесторы, ну, то есть, давай назовем профессиональными, те, кто, для кого это, ну, смысл жизни, они зарабатывают, живут на этом, да, это все равно вход на стадии, там, котлована и дальнейшая перепродажа, то есть, это, эти люди не рассматривают инвестицию и получение, так, получение дохода с аренды. Ты знаешь, по-разному, вообще по-разному, да, вообще, я считаю, что у инвестора, ну, должно быть, как можно больше опционала, ну, чтобы он мог, как сказать, вот, хочу перепродам, хочу там, сдам, вот, хочу оставлю, хочу буду жить в ней, ну, вот, много-много-много опций, которые ты можешь в любой момент что-то для себя сделать в той или иной ситуации, а когда мы там ограничены контрактом, да, ну, это неинтересно, например, попал в арендную программу, из нее вычислить совсем нельзя, ну, как бы, вот, это уже не очень, да, потому что тяжело будет продать, а вдруг тот захочет купить для себя, для жизни, вот, и, ну, таких много разных нюансов, но, опять же, инвесторы, они отталкиваются от, каждый от своей стратегии, и она может быть разная, вот сегодня человек покупает только на перепродажу, а потом он смотрит, как это построили, и говорит, слушай, ну, как бы, такая, такая, кого нужно самому, да, вот, ну, оставлю себе и даже не сдаю. Хорошо, но вот если мы тогда говорим о стратегии заработка на аренде, получение дохода с аренды, ситуация сейчас все равно не самая типичная, люди массово поехали, да, ажиотаж определенный есть, но ты, например, сам говоришь, что для студий конкуренция здесь, ну, довольно-таки пока, и, соответственно, на студии арендный доход может быть не столь значительный, и вообще может быть поставлен под риск. Как можно сейчас, что можно сейчас просчитать, на что можно заложиться в случае получения дохода от аренды, или это уже нужно по факту, на то, сначала купи, а потом уже смотри, перепродавать или сдавать в аренду. нет, не надо, смотрите, есть локации, где есть, например, большая, хорошая, пятизвездочная отельная инфраструктура, и там вы всегда вы рассчитываете на доход. Тут нужно просто, единственное, надо смотреть внимательно, контракты, согласовывать, чтобы не было там каких-то ограничивающих историй, и чтобы система выплат была достаточно прозрачная. Но сейчас только рост идет, этот рост не остановится в ближайшее время. Ну, некуда больше ехать многим людям, просто некуда. И, да, и вот это нужно учесть. Что касается студии, я вот секунду скажу. Нет, студии как раз сдаваться будет все, и студии очень хорошо будут работать. Я говорю про тариф, когда ты собираешься это перепродать. Как бы, ну, там будет хорошая квартира, особенно по низкой цене, да, в комплексе, там входной вариант, он часто забит, ну, и хорошо забит, и доход ты будешь получать. Вопрос только в том, чтобы заработать на капитализации, да, но многие застройщики, они делают опцию обратного выпуска. То есть, через 5, через 10 лет, да, у клиента есть возможность вернуть, да, квартиру застройщику и забрать деньги. Там обычно вот, либо ту контрактную стоимость ты забираешь, либо забираешь на 10, максимум на 15 процентов больше. Ну, конечно, это не так сказать неинтересно, надо смотреть по рынку, можно быть, по рынку можно больше заработать. Но вот такие квартиры, там, студии с, видеть на стену, для них это очень хорошие решения. если мы оцениваем, если мы оцениваем рост стоимости недвижимости и рост стоимости арендных ставок, что в моменте сейчас растет быстро, если, быстрее, если нельзя говорить за весь остров, может быть, за какую-то конкретную локацию или за какой-то конкретный тип недвижимости? Да, ну, первое, растет в проектах, где у застройщик сам строит большой район или уже построен, примерно, вот был комплекс, они выпустили его продажу 30 декабря прошлого года. Ну, за 15 дней где-то мы инвесторам, ну, практически все продали все квартиры двушки и трешки, процентов 70, двушек, трешек с 5-го по 3-й этаж, ну, у нас инвесторы забрали, там, по нескольку брали, двушки и трешки, большого, просто был большой метраж. И хороший район, да, в Латвуне прям рядом. И сейчас там вообще ничего нет. Все, вообще ничего, я просто давал два тройчика, спрашивал с клиентами, сейчас там вообще уже все куплено. Брендированные резиденции, вот тоже были от Оксана от Оушери. Все, вот за два дня там все остатки мы продали. Вот, я и еще тут нет. А? Кто бы брендировал сейчас? Нет, естественно, быстрее сейчас растут истории с брендированной резиденцией, потому что это наше будущее. недвижимость дорожает быстрее, чем ставки. в этом случае. Ну, недвижимость дорожает очень быстрее, чем ставки. Ну, потому что, например, ты можешь зайти по цене, предположим, 10 миллионов, у вас рабочие кейсы, которые были по определенным проектам. А последняя квартира такая же, когда была построена, она продала за 19 800. Вот, пожалуйста, разница. Или, там, люди зашли за 3, дебрендированная резиденция. Дебрендированная резиденция, еще раз, я очень внимательно и скрупуленно сейчас изучаю этот сигнал. За эпоху пандемии, вот это по данным Сибири, в Таиланде выросло на 503% продажа. 503%. Продированная резиденция, ну, как бы, здание, дома, да, где управляет отель. Но, ты можешь там либо жить, там, квартиры, там, бывает, там, виллы, резиденции. Либо это может там работать в арендной программе. И, что мы поняли, сделав одно исследование перед, перед началом прошлого года, у людей изменилось понимание пространства и понимание их услуг. Сейчас людям не просто нужны квадратные методы, сейчас людям нужен сервис. Вот, сидели люди дома и поняли, слушай, а большое пространство это лучше, чем маленькое. Это потом сервис, а вот кто мне там погладит, ну, я не хочу заниматься этой рутиной. Вот, я работаю, я не хочу там заниматься, живу не хочу, чтобы она у меня там сидела, владела что-то, борщ варила. Все, ты же придешь в резиденции, тебе не надо заботиться об этом. У тебя все поглажено, ушел на работу, пришел, все чисто. И вот этот сегмент, он растет, как в городах, так же и в городах. Окей. Ну, давай теперь уже во второй части нашего вебинара коснемся еще одного вопроса, который многих, безусловно, волнует. И, опять же, я повторюсь, граждане России, граждане Украины, очень многие, ну, по крайней мере, если мы говорим о русскоязычных покупателях из Казахстана, тоже мы это видим, многие переезжают на Пхукет, начинают в Пхукете жить. и, соответственно, начинают выстраивать свой бизнес. Несколько слов давая об этом, твои наблюдения, замечания, они здесь, я думаю, в любую, в любую струю будут очень ценны, просто потому, что сейчас для многих именно актуально не просто переехать, а переехать и купить недвижимость, жить какое-то время на Пхукете. Как это происходит, как это завязано на открытии бизнеса и так далее? Пожалуйста. Ну, здесь надо тоже посмотреть, как бы, тут не все однородные истории, да, есть люди, которые прямо покупали удаленно, собирая чемоданы, пока покупая виллу удаленно, берут билет в этот конец, приезжают, вот виллу приезжают, вот, ну, как бы, чуть погромче, я хочу пабельку. Да, 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 сейчас погромче. Можно, говорю, что нужно разделить, то есть, есть люди, которые действительно прямо вот одним билетом в один конец улетели и все, есть люди, которые приехали попробовать, да, как, что здесь, да, пожить какое-то время. Ну, я опять же скажу, здесь очень комфортно и многие, открывают компании сейчас, перевозят сюда своих сотрудников, вот у меня есть хорошие знакомые, у них в Москве очень престижная, хорошая архитектурная био, они занимаются, делают архитектуру, управляют проектами, уникальные дизайны, квартир, строительство, там, загородных домов и так далее. Вот они сюда перевозят часть персонала, открывают уже, заехали, открыли офис, работают. Что я могу сказать, это замечательно, потому что, ну, рынок наш будет получать все больше и больше и больше, да, денежный поток. Дело здесь, ну, на самом деле в Таиланде, вот, ну, на Пхуте чем-то напоминает, наверное, где-то 90-е годы, конец 90-х годов, то есть еще есть вот эта история, где ты можешь заниматься и хорошо, очень хорошо зарабатывать либо на недвижимости, там, либо на каких-то туристических историях. Конечно, рыбок высоко конкурентом, но в скоком курентном рынке работать хорошо, потому что, значит, если он конкурент, значит, там много денег, тебе надо быть просто чуть-чуть лучше, чем остальные. И сейчас что происходит? Много людей приезжают. Я не знаю, все ли останутся, но приезжают много людей. А сразу я хочу сказать, ну, тем, кто думает или уже там делает что-то. В Таиланде можно там какие-то вопросы решить, так скажем, ну, методом. По понятиям. Не, ну, не методом, как бы, дать денежку, чтобы тебе что-то сделали. Вот. И не делайте так. Делайте всегда все только официально. Потому что это чревато тем, что на выходе к вам будут уже там денежку, тут денежка, здесь денежка. Вот. Это, ну, может быть, у нас в России тоже есть, я тоже давно не живу в этом. Не знаю. Но здесь в этом просто плане все можно делать по закону. белую абсолютно. Вот наша компания, ну, холодная, мы вообще абсолютно в белую работаем. И все замечательно. То есть вот эти, ну, в России там бывает, знаете, как сказать, восточноевропейское обышление такое как-то делать, ну, так тут лучше не ходить таким путем. Скажи, пожалуйста, вот по твоему опыту люди, которые сейчас приезжают, они открывают компании международного масштаба или компании, работающие на внутренний спрос? Что это за сфера? Во-первых, есть очень большое количество криптоинвесторов в этих крипто комьюнити здесь. Ну, и вообще в целом людей, которые интересуются этой темой, так или иначе живут в ней, живут и занимаются этим бизнесом, либо так или иначе связаны с этим криптоинвестором. Ну, естественно, там, тире криптоинвесторы тире айтишники, да, тоже можно сказать, их достаточно большое количество здесь живет. Возможно, вот, например, там, авиасейлс, да, у нас компания подкутить находится, она такая, международная, ну, да, можно сказать, международная. Авиасейлс в Пхукетовце, да? Что касается, ну, я не знаю, может, еще и где-то в Москве и так далее, я просто знаю, вот, что у них здесь. Могу сказать точно, что, ну, наша компания, да, мы находим, международная, да, международная. Мы по недвижимости работаем с разных стран. Ну, начали из Турции. А как туристический оператор тоже международная компания. Мы, правда, давно открылись. У каждого своя история, которая работает на международном уровне, она открывает здесь офис и продолжает работать на международном уровне. Но многие, конечно, начинают вот вопрос, я туда перееду, чем я буду заниматься? Да, сам, чем занимался. Вот и все, потому что здесь понять момент один. У Таиланда в целом не стояло, так сказать, в приоритете образование. Это совершенно долгое время было. И из-за этого, здесь небольшой провал. То есть, ну, как бы вот на обслуживающий персонал только тайцы получается работают, а вот то, что, так сказать, делает прибавочную стоимость, это не всегда. Это лучше делают наши европейцы, россияне, украинцы и так далее. То есть, вот здесь можно хорошо зарабатывать, найди свою нишу и начинай. Может быть, это не всегда в пути, может быть, нужно ехать в Англок, может быть, там будет лучше бизнес-атмосфера. Но уж точно в Таиланде всегда можем найти, чем заняться и где хорошо заняться. Такой еще момент. В Таиланд покупка недвижимости и владение недвижимости как таковое не дает никаких привилегий, позволяющих остаться в стране. по твоему опыту, по опыту людей, которые приезжают и работают с вами, что является, какой способ мы введем в стране основной? Это та элит виза или это через образование или миссионерская виза? Какие наиболее популярные схемы сейчас? на самом деле вот тут я смотрел, нельзя получить гражданство. Но это на самом деле не гражданство, а поддельство, потому что это конституционная монахия в первый момент. Ну, второй момент, я не вижу смысла быть как бы тайцем, становиться, но там тоже есть же свои какие-то минусы, ограничения. Поэтому здесь как такого ВНЖ как такового нет. Есть сейчас виза инвесторов. Там есть определенная сумма, которую ты должен проинвестировать либо в недвижимость, либо в целом в Таиланд, и ты получаешь эту визу инвесторов. Я еще не видел, кто ее сделал хоть раз. Когда увижу, я уточню и скажу, потому что я спрашивал пока у нас в нашем иммигрейшн офисе у нас просто знакомые работают. Пока это пока нет. Вот. Что касается ученической учебной визы, спокойно можете прийти в школу языковую и через школу сделать себе годовую визу. Люди, которые открывают себе компанию, конечно, тоже делают себе бизнес-визу, делают себе разрешательную работу. Есть пенсионеры, есть пенсионные визы, которые тоже на долгий срок. Ну и конечно же мы говорим о Тайли, это виза, которая естественно каких-то денег стоит, порядка начала от 500 тысяч бат это где-то 100 16 тысяч евро. У нее просто еще очень хорошая комплектация, так скажем, помимо того, что это виза на 5 лет, там еще огромное количество трансферов, членство в Гольф Кубе и так далее, и так далее, и так далее. Он пакован достаточно хорошо. И например, есть годовая виза без всяких комплектов, а нет, на 20 лет стоит она 1 миллион банк. Но если мы на эти 20 лет разделим на то количество месяцев, которое пребывает, мы увидим, что он даже немножко дешевле, нежели каждый год брать себе годовую визу и принимать. То есть смысл есть, надо просто понимать, насколько здесь. Но приехать сюда и сделать визу вообще особых проблем нет. Я с ним не сталкивался. Хорошо, ну и давай тогда перейдем к тем объектам, которые... Можно я один, тут просто человек спрашивает, что касается, ну вот, скажу, ограничения на перепродажу. Я сталкивался с таким, вообще их нет, у вас когда на контрактный платеж есть, первый контрактный платеж, если там комплекс уже почти построен, там будет больше, если на старте там меньше, но после контракта платежа вы исполнили вы можете уже иметь право переуступать по закону. Но бывает, поскольку у нас акционское право, контракт имеет очень высокую силу. И я видел, что один застройщик ограничил, сказал, пока я 85% своих квартир не продам, я там запрещаю переуступить. Понятно, что никогда не узнает, сколько процентов он продал. что касается следующий, да, вы можете перепродавать и переуступать, просто изначально нужно внимательно читать контракт, потому что по сути, если вы инвестор, вы должны понять, вы покупаете недвижимость, вы покупаете контракт. Так, дальше что идет? Еще есть вопрос про отделку. Отделка, вот, да, отделка. По отделке я могу сказать следующее, вообще у нас в комплексе обычно делают с отстроенной мебелью и иногда там, ну, и продают мебель передвижную. В целом можно есть, где можно whitebox купить себе и сделать самостоятельно все самому, да, на какой-то дизайн метод. Но это я говорю о резиденциях комплексах. Если мы говорим про отельные комплексы, там все, все уже под ключ, все уже со всем, 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 что надо, потому что там все сертифицировано, стандартизировано, а самим отельным операциям. Окей. Ну что ж, хорошо, давай перейдем тогда к тем вариантам, которые могут демонстрировать те или иные инвестиционные стратегии. Так, начнем с первой странички, точнее, со второй. Пожалуйста, несколько слов о том, что это такое. Это брендированная резиденция, это очень хороший проект, который находится на пляже Камала, сейчас только на самом старте, но мы уже практически все резиденции продали, поскольку в основном там 80% продали. Что касается этого проекта, вообще застройщик, очень глобальная компания, называется Art Capital, основной, да, то есть основной инвестор, там несколько еще есть, местная компания, очень крупный застройщик из Бангкока и какой-то еще инвестиционный фонд. Что касается этого проекта, это он находится в самом сердце нового элитного района. Art Capital компания, которая построила уже 44 миллиона квадратных метров элитного жилья по Азии, застраивали целый район. Здесь это первый их резон, они выкупили 73 гектара земли и застраивают просто коллекция брендов. То есть тут нет чего-то такого, что не имеет под собой какого-то бренда. То есть я в Галлери, на самом деле это очень хорошая 5-звездочная сеть бутиковых отелей, она раньше входила в Софител, но когда Софител поглотил Accor ходил в сеть, сейчас он является частью Accor. И здесь будет профессиональное отельное управление, высокого качества. И здесь люди могут покупить себе в резидентской части, они могли купить себе как для жизни, так и для аренд. Поэтому здесь высокий уровень капитализации. Объясню, почему, но сейчас уже возможности нет, что-то появится, какая-то вторая фаза, пока об этом речи не идет. Но как там было, у нас иностранец не может купить себе полную собственность. Но поскольку вы там видели домики небольшие, по 4 квартиры, вот пожалуйста, посмотрите посередине слайд, вот 4 квартиры. У нас люди покупали 4 квартиры в полную собственность, соответственно, всем понятно, что это и здание. свое здание и цена получалась по цене виллы, которые находятся в двух километрах от моря или в трех и не в полную собственность. Вот здесь уникальный объект, но естественно все уникальное оно и разлетелось. У нас покупали по 2 квартиры, объединяли на первом этаже с джакузи, точнее с маленьким бассейном джакузи. Если мы объединяем и делаем изначально двушку, то они сразу изначально строят и хороший бассейн и так далее. Дело уникальным. Двушек тут нет. Только односпальные квартиры разного метража в резидентской части. Но вы можете обменять изначально двушку. Это конечно понятно и капитализация. Хорошо. Давай перейдем в следующую. Цена входа такого была ниже, чем процентов на 30 ниже, чем что-то полностью здание покупаешься с четырех квартир. Это вообще ни угол, нигде такого. Естественно, эта капитализация подлетает. Хорошо, давай идем к следующему проекту, проект номер два. Я просто побольше сказал об этом на любимом проект. Вот это как раз я вам говорил, помните комплекс, где застройщик сделал такие вдохновился видами Санторини, вот тут 11 вилл, и вот этот, как вы видите, будет комьюнити холл. Нас так тоже не строят, потому что обычно поселок вилл, и все, если тебе надо что-то в магазин сходить, тебе надо ехать. А здесь будет, вот, пожалуйста, можно пешком дойти в магазин, массажный салон, каворкинг, ресторан, и все эти, кстати, коммерческие помещения также продаются. Если кто-то хочет приобрести, можете обращаться, мы с удовольствием на этот помещение. Вот так он выглядит. Это необычный дизайн, это совершенно не на Таиланде, в Таиланде не строят у нас. Ну, и я опять же скажу, осталось две виллы, хотя не знаю, может быть уже их нет. Может рядом, кстати, вот это запустил новый комплекс, о котором я сегодня говорил, где там 105 тысяч за метр. Ну, это буквально несколько дней, где можно заработать, потом, конечно, цены будут уже другие. Дальше Кейн. Этот объект, новый проект на пляже Раваи. Ну, это хороший проект, многие люди любят этот комплекс, он уже, по-моему, это пятая фаза, там уже четыре фазы стоит, хорошо заполняются, хорошо работают, люди очень любят этот комплекс. там нет отдельного управления, там просто вот, ну, можешь либо сам сдавать, либо сдавать через управляющую компанию, либо жить. Ну, в целом, люди сдают и достаточно неплохо. Я вот знаю, у вас там много клиентов есть, кто покупал, они покупают себе квартиру и несколько для того, чтобы сдавать в аренду. И кто-то даже сам сдает фазы и все довольны. Окей, ну, и тогда последний пример. Там, кстати, тоже много ничего не осталось. Вот это очень классный проект, который, смотрите, это проект, который находится на первой линии пляжа Найтон. Найтон, это такая небольшая бухта, но там самые дорогие от Левых ходят. Рисара, Малавана, Анантара, ну, Анантара чуть дальше, Клояна ближе, и Улман. И вот этот комплекс, он будет как раз чуть-чуть такой ниже ценовой категории, но для своего уровня он будет высокой ценовой категории. Комплекс застраивает очень крупная компания, так сказать, основной инвестор и застройщика Set Development, которая много очень построена в Бангкопе. И здесь уже одно здание почти построено, да, вы можете увидеть, такой будет дизайн. Управление будет международный отельный Брэд Уиндхам, это все входит в стоимость абсолютно. Одно здание на начальном этапе строительства, второе здание, вот те сейчас самые ближние к морю. А вот эти вот, что-то вы видите, таких одноэтажных, как бы здесь отсюда на самом деле не одноэтажные, а трехэтажные здания, это будет коммерческая инфраструктура, то есть вы будете идти на пляж вдоль коммерческой инфраструктуры, массажные салоны, небольшие какие-то кафе и так далее. Вот, очень классный концерт, и здесь застройщик выкупил большую часть земли, и будет дальше развивать, там будет шоппинг-мол, еще будет там какой-то детская площадка, где можно с детьми погулять, поселок Вилл, и так далее. Поэтому с каждым следующим узлом, построенным узлом инфраструктуры, капитализация первого комплекса, она будет, естественно, расти и расти. Окей. Спасибо, Карен, ну и давай в заключение уже тогда все-таки может быть подытоживая результаты нашей с тобой беседы, на что сейчас имеет смысл рассчитывать инвестору на Пхукете, какие ошибки сейчас, все-таки период ажиотажа, знаешь, это период, самый большой ажиотаж, это самые большие ошибки, к сожалению. Куда смотреть, куда не смотреть, твой взгляд на какие объекты еще раз стоит обращать внимание и с точки зрения покупки и возможно с точки зрения аренды, потому что значительная часть людей просто хочет сейчас перебраться на Пхукете жить какое-то время, может быть, постоянно в этом относительно спокойном, благополучном и безопасном месте. Ну, я расскажу парадигму, по которой можно идти и не совершить ошибок. Первое, что нужно сделать, найти брогера, вот просто найти человека, с которым, который вы увидите, что этот человек с высокой долей экспертизы, у него много написанных текстов и так далее, то есть это не однодневная история. И потом примерно обговорите, что вы хотите, как вы хотите, какие у вас планы, и уже под это мы подбираем какие-то проекты, вот тогда в этих проектах мы точно выбираем те объекты, которые будут ликвидны, по ним согласованы уникальные условия. Вот тогда это называется инвестиция в недвижимость. А если ты просто приехал, тебе говорят, вот квартиру тут 7% дают, посмотрел, замечательно, это не инвестиция в недвижимость, это просто покупка квартиры, а точнее даже покупка каких-то обязательств. поэтому здесь нужно понимать саму удельную стоимость, чего вы покупаете, сама квартира, если не будет ничего обязательств, она что-то будет стоить, тогда да, если мы говорим про квартиру, которая студия непонятно на что смотрит, вот там дают гарантирный доход, обязательства какие-то, ну туда подумайте 10 раз прежде, чем идти, здесь уже зависит от порядочности состройщика и так далее. Вот ошибки еще одна очередь, у нас на YouTube канал, вы обязательно посмотрите, не знаю, если можно скиньте его, у нас там нету никакой рекламы, просто конкретно мы разбираем каждый кейс, вот например, на синем фоне, вот так, как вы видите, я и моя супруга, например, налоги, как оплатим налоги, какие они есть, например, риски при покупке недвижимости, пожалуйста, ошибки, которые допускают риски, пожалуйста, что такое гарантированный доход, каждый ролик по 5 минут, но вы наберете очень большой объем знаний, посмотрите его, мы его специально используем как базу знаний, и зайдя туда, вы можете на многие вопросы ответить, мы специально так и делали, чтобы человек там, может быть, с нами, не с нами, он будет приобретать недвижимость, пусть он правильно приобретает, чтобы у у него был хороший позитивный опыт, и он не писал в этом интернете глупо. А по поводу, что касается вот этого момента, связанного с арендой, вы знаете, надо искать, вот, я не специалист по арене, но если у кого-то там нужно будет что-то, я могу сделать запрос, но мы работаем, через нашу туристическую компанию, но мы вот сейчас, да, еле-еле нашли человеку вилу, нашему клиенту, нашему инвестору в Банет-3, вот, ну, еле-еле получилось, так как-то она выстрелила, но это тысяча долларов суть, правда, а если дешевое что-то снять, но это нужно, ну, нужно смотреть, не знаю, может быть, приехать, что-то снять такой подороже и просто самому ездить, смотреть, что можно где-то найти, потому что так, а, ну, еще, может быть, там через Facebook можно, не будет, какой-то комплимент, да, но через Marketplace тоже раздается, вот, я варенье не силен, окей, в такой дешевый. Хорошо, Карен, спасибо огромное, Карен Чичан, компания Exotic Property, контакты у нас в чате, ютубовский канал тоже написали, есть желание, интерес, обращайтесь, пожалуйста, компания Exotic Property Карен Чичан к вашим услугам, спасибо тебе, я специально, сейчас, я специально, там есть вопрос один про одного застройщика, я специально на него не отвечаю, не потому что я его там игнорирую, просто если интересно, позвоните, ну, в личной беседе, мы пообщаемся, вот, потому что, ну, мы как бы так особо сильно каких-то оценок публично не даем, ну, я этого застройщика хорошо знаю, я всегда ему даю обратную связь, по его, да, ну, как эксперт, потому что я также консультирую застройщиков сейчас, ну, даже в большей степени, чем продажа, вот, поэтому наберите мне, я с удовольствием с этим поговорю, я здесь не расскажу. контакты, вот, надежда попросила, вот, контакты опубликованы, они в чате есть, можно их там скопировать, тогда ей позвонить. Ну, на этом завершаем наш вебинар, надеюсь, было полезно, интересно, карен, спасибо тебе огромное, за рассказ, напоминаю, что на портале мы будем организовывать в ближайшее время еще несколько вебинаров, и с Кареном тоже еще раз, не раз, уверенно, встретимся, не до вас, не до вас, да, слава Богу, а будущих мероприятиях, пожалуйста, на странице прианру слэш ивенс, Карен Чичан, экзотик проперти, Филипп Березин, прианру, спасибо вам за внимание, и до встречи. Да, да, тут адрес, адрес нашего офиса, на слух не запомнится, но мы находимся в районе Кату, вы лучше, вот, посмотрите телефон, это, вы по нему, там напишите ватсап или позвоните, я вам, ну, скинем все необходимые. И на сайте, наверняка, контакты тоже. Да, на сайте, там контакты, мои супруги, меня есть, мы с удовольствием объясним даже по всем вопросам, не касающимся недвижимости, тоже спрашивайте, наши задачи, ну, грубо говоря, как можно больше вам дать информации. Ну, что ж, спасибо большое, друзья, традиционное пожелание 2022 года, всем мира, благополучия, запись, традиционно будет, мы скинем ее всем участникам вебинара буквально уже там сегодня вечером или завтра утром, а статья по итогам вебинара будет опубликована, видимо, уже ближе к концу, этой недели или в начале следующей. Здоровья и прибыли всех, хорошие. Да, здоровья и берегите своих близких, удачи, до встречи, всем мира. Всего доброго, спасибо, до свидания.